В Нюрнберге в это время произошло нечто, что лично я считаю бесчестием и неудачным уроком для будущего человечности. Я уверен, что аргентинский народ позже признал нюрнбергский процесс бесчестием, недостойным победителем, которые вели себя так, будто они не победили. Мы поняли теперь, что они заслужили проигрыша в войне. Это слова бывшего аргентинского президента Хуана Перона о Нюрнбергском трибунале над нацистскими военными преступниками. В 1997 году в Аргентине были рассекречены все документы, связанные с крысиными тропами немецких военных преступников, которые по ним пребывали в новый свет. Согласно этим документам, первая волна контрабанды военных немецких преступников пребывает в Аргентину в 1946 году. Цифры называются разные. И здесь, конечно же, нужно дифференцировать именно военных преступников и сторонников нацизма, сторонников фашизма. Так вот, военных преступников, согласно различным данных, прибыло от 300 до 1000 человек. Сторонников же нацизма, фашистов в Аргентину прибыло не один десяток тысяч человек. Опять же, цифры в различных источниках есть разные. Почему именно Аргентина? Почему в Аргентину приехало столько военных преступников из Европы? Об этом было мое предыдущее видео, в котором я рассказываю о том, какая почва была здесь подготовлена уже даже к началу Второй мировой войны. Если кто-то не видел, заходите на мой канал и смотрите. Сегодня же в этом видео мы поговорим о тех военных преступниках, можно сказать, такого первого эшелона, которые нашли свое убежище в Аргентине, о том, как они сюда прибыли, как они здесь жили и как были разоблачены. И прежде чем продолжить видео, хочу напомнить, что жду вас на моих авторских экскурсиях, тематических и обзорных экскурсиях по Буэнос-Айресу, а также в увлекательных турах по всей Аргентине. Где мы, кстати, в том числе посещаем места, которые связаны с той темой, которой посвящен этот выпуск. Итак, продолжим. На территории Аргентины есть много городов, которые своей культурой, своей архитектурой, огромным наличием ресторанов напоминают нам о том, что эти города, они были основаны выходцами из Центральной Европы, из Германии, Швейцарии, из Австрии. И прежде всего это такие города, как, например, в провинции Кордоба, это города вилла генерала Бельграна, Ла Кумбресита тоже недалеко от него находится, и более крупные такие поселения, как Барелочи и вилла Ла Ангастура на территории Патагонии. Ну, естественно, это не единственные города, есть и другие. Но в моем первом сюжете мы сейчас с вами отправляемся в город Барелочи, который я так сильно люблю, и о котором на моем канале огромное количество видео, в разные времена года. Кто не видел, заходите, смотрите. Но кроме того, что Барелочи это знаменитый туристический центр на территории Аргентины, у которого есть статус именно столицы приключенческого туризма в Аргентине, кроме того, это столица шоколада и столица снега. И вот это видео свое я снимаю, сегодня у нас 9 июля 2024 года, сегодня у нас праздник, День независимости, а город Барелочи и все его окрестности занесены под толстым слоем снега. Дело в том, что Барелочи это прежде всего горнолыжный курорт на территории Аргентины, но и летом там не менее прекрасно. Итак, отправляемся за первой историей в город Барелочи. Это был май 1994 года. Пожилой мужчина в берете и куртке мирно идет по центру города, когда его перехватывает американский журналист Сэм Дональдсон. «Ваше имя Рейнхард Кобс?» – спрашивает репортер, которого сопровождал оператор. Старик уклоняется от вопроса и пытается сесть в свою машину, припаркованную рядом с тротуаром. Но американец настаивает на своем. Это вы помогали нацистам бежать из Европы в Аргентину? Имея в виду разработанную им систему, которую использовали многие нацистские лидеры для побега со Старого континента после Второй мировой войны. Пожилой мужчина, известный в Барелочи как Хуан Малер, все отрицает до тех пор, пока обвинений избежать становится просто невозможно. Дональдсон протягивает ему фотографию, на которой Хуан изображен молодым человеком, одетым в форму немецкой армии рядом с флагом со свастикой. Он также показывает ему копию его членского билета нацистской партии. «Вы Рейнхард Кобс», — повторяет журналист. «Нет, нет, это не я». «Ну да, это был я», — в конце концов соглашается Старик. Во время Второй мировой войны Кобс был старшим офицером нацистской военизированной организации СС. Но, как удалось выяснить центру Симона Визенталя, который, помимо всего прочего, также занимался охотой за нацистскими преступниками, одной из главных деятельностей Кобса было то, что именно он помогал очень многим нацистским преступникам высшего эшелона найти свое убежище в Южной Америке. Кроме того, члены центра Симона Визенталя, они знали, что Кобс проживает непосредственно на территории города Барелочи по поддельным документам. И поэтому они передали корреспонденту ABC Дональдсу все эти свои знания, чтобы он непосредственно занялся расследованием этого дела. Но самое интересное в этом деле было не то, что Кобса нашли, а то, что он сказал Дональдсу. Дело в том, что после того, как оператор Дональдса выключил камеру, Кобс немножко разоткровенничался, не подозревая о том, что у корреспондента остались невыключенными его петличные микрофоны. Так вот, что он сказал. А почему вы меня ищите? Здесь, в Барелочи, проживают более опасные преступники. Ищите Прибке. Он больше натворил делов, чем я. Кобс имел в виду Эриха Прибке, немецкого командира СС, осужденного за военные преступления в Италии, за то, что он командовал подразделением, ответственным за массовое убийство в Адриатических пещерах в Италии 24 марта 1944 года, в которой погибло 335 мирных жителей. Заявление Кобса послужило толчком к новому расследованию, в результате которого Эриха Прибке арестовали, экстрадировали в Италию, и там уже в Италии местным судом он был приговорен к пожизненному заключению. Эрих Прибке был гауптштурмфюрером в войсках СС. Он прибыл в Аргентину по крысиным тропам при поддержке епископа Алоиса Худаля из Ватикана. 50 лет он спокойно прожил в Барелочи, в немецкой общине города пользовался уважением и занимал пост председателя попечительского общества немецкой школы. Его прошлое не было известно местным жителям во всех деталях, так как даже германское посольство хранило молчание о его военных преступлениях. После восстановления дипломатических отношений между Германией и Аргентиной в 1952 году он зарегистрировался на получение германского паспорта и получил его. Был разоблачен и арестован в городе Барелочи в 1994 году и экстрадирован в Италию. Следующая история относит нас в один из престижных северных пригородов города Буэнос-Айреса, в город Аливас, в котором, кстати, находится резиденция президентов Аргентины. Так вот, в этом городе в 1953 году поселяется немецкий еврей Лотер Герман, который во времена Второй мировой войны прошел в качестве военнопленного через различные концентрационные лагеря Германии. Вскоре его дочь знакомит Лотера со своим молодым человеком, который тоже был немцем по происхождению. Но насколько разными были судьбы этих двух семей? Практический сюжет Ромео и Джульетта в аргентинском исполнении на немецкой почве. Однажды во время свидания влюбленный молодой человек решил признаться Сильвии в своей истинной личности. Дело в том, что по паспорту он был Клементом, а на самом деле его фамилия была Эйхман. Молодая еврейка знала, что ее отец ослеп во время пыток в концлагерях и обо всем рассказала об этом своем новом знакомом и о том, что он гордится тем, что его отец был военным преступником Эйхманом. Вот все это девушка рассказала своему отцу. Лотар Герман, несмотря на свою слепоту, которую он получил в концлагерях, он, находясь на территории Аргентины, помогал центру Симона Визенталя в расследованиях и в поимке нацистских преступников, которые проживали на территории Аргентины. И благодаря этому сотрудничеству он знал, что Эйхман находится на территории Аргентины. Поэтому, сопоставив все то, что ему рассказала его дочь и те знания, которые у него были, он понял, что Николас Эйхман является одним из сыновей немецкого преступника Адольфа Эйхмана. Он информировал об этом фрица Баура, который, в свою очередь, доставил всю эту информацию израильским властям. Израильские власти на это сообщение абсолютно никак не прореагировали, потому что на тот момент они не хотели терять хороших отношений с Германией. Поэтому в Аргентину был отправлен агент Моссада, который, когда осмотрел квартиру Эйхмана, пришел к выводу, что такая шишка нацистской Германии, как Адольф Эйхман, не может жить в столь ужасных условиях. Но Лотар Герман не сдавался, и тогда на поиски этого преступника Адольфа Эйхмана он активизировал всю немецко-еврейскую общину, которая проживала в городе Буэнос-Айресе. В марте 1960 года отправляет письмо израильскому правительству. Похоже, что вы не заинтересованы в поимке одного из главных фашистских преступников. Отто Адольф Эйхман, оберштурманбюрфюрер СС, известный как архитектор Холокоста, в СС занимал должность начальника так называемого еврейского отдела. Он непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и за окончательное решение еврейского вопроса. Следствием его деятельности стала гибель 6 миллионов человек. В 1950 году с помощью немецко-католического окружения австрийского епископа Алоиза Худаля в Ватикане он воспользовался так называемой крысиной тропой, чтобы эмигрировать в Аргентину. Жил он в северном пригороде Буэнос-Айреса в городке Сан-Фернандо. Это мои видео, которые я вчера сделала, вот этого самого дома, в котором, согласно документам, и проживал Адольф Эйхман, и которые осмотрели посланники Моссада, которые пришли к выводу, что такая нацистская шишка Германии не может проживать в столь убогих условиях. Я, когда сама здесь находилась, тоже мне было ужасно некомфортно, достаточно маргинальный район, опасный район, хотя вот засняла рядом параллельную центральную улицу, более-менее, если держаться крепко за карманы, то здесь можно находиться. Операцию по поимке Адольфа Эйхмана непосредственно возглавил директор Моссада Изер Харель. Все участники этой операции были добровольцами, которые в той или иной мере во времена Второй мировой войны пострадали от действий Адольфа Эйхмана, либо у них погибли родственники. Все они были строжайшим образом предупреждены о том, что Эйхман должен быть доставлен в Израиль живым и невредимым, и что над ним должен обязательно состояться суд, и этот преступник обязательно должен понести свое наказание в полной мере. 11 мая 1960 года Адольф Эйхман был схвачен непосредственно на улицах города Буэнос-Айреса группой израильских агентов. И само задержание Эйхмана осуществил Питер Малкин, который в последующем был известен как агент 740 или агент, который задержал Адольфа Эйхмана. Эйхмана нужно было как-то незаметно вывести с территории Аргентины, поскольку Аргентина тогда не выдавала военных преступников. Сначала его держали в какой-то неизвестной квартире на территории Буэнос-Айреса, потом, 20 мая, врач-анестезиолог Йона Элиан сделала Эйхману укол транквилизатором, чтобы он помалкивал и был похож на глубоко больного человека. И уже в таком виде его смогли вывести на борту самолета авиакомпании под предлогом того, что он является одним из заболевших членов этого экипажа. Вот что рассказывает сын Адольфа Эйхмана Николас, благодаря которому смогли поймать его отца. Два дня мы напрасно искали его в полиции, в больницах и моргах. Тогда стало ясно, что его похитили. Группа патриотической немецкой молодежи вызвалась помогать нам. Бывали дни, когда до 300 человек на велосипедах прочесывали все улицы Буэнос-Айреса. Другой приятель отца, тоже бывший эсэсовец, организовал слежку в портах и в аэропорту. Не было ни одного причала, перекрестка на магистралях, железнодорожной станции, где бы не дежурил кто-то из наших. Вожак молодежной группы предложил, давайте похитим посла Израиля и будем мучить его до тех пор, пока ваш отец не вернется домой. Кто-то предложил взорвать израильское посольство. Но эти планы были отвергнуты. Позже, в 1992 году, кстати, на самом деле, против посольства Израиля в Буэнос-Айресе был совершен теракт, в результате которого здание было полностью разрушено. И погибло более 23 человек, еще несколько сот человек получили увечья. В Израиле суд приговорил Эйхмана к смертной казни и приговор был совершен в ночь с 31 мая на 1 июня 1962 года. Это был второй и последний случай смертной казни на территории Израиля. Тогда Эйхман отказался от Капюшона и сказал присутствующим. Да здравствует Германия, да здравствует Аргентина, да здравствует Австрия. С этими тремя странами связана вся моя жизнь, и я никогда не забуду их. Я приветствую свою жену, семью и друзей. Я готов. Мы скоро увидимся. Такова человеческая судьба. Я умираю с верой в Бога. Это были последние слова Адольфа Эйхмана перед его смертельной казнью. За несколько лет до описываемых событий Симон Визенталь уже проинформировал израильскую разведку Моссад и правительство Германии о том, что ему известно, что архитектор Холокоста и директор так называемого еврейского отдела СС скрывается в Буэнос-Айресе. Но ему не удалось добиться такого же внимания, как спустя несколько лет смог добиться Герман Лоттер. В течение первых 12-14 лет после Второй мировой войны в мире не было процесса преследующего нацистских преступников. Ну, как бы Европе и всему остальному миру было не до этого. Особенно Европе. Ей нужно было восстанавливаться после всех тех разрушений, в которых находилась... В этих вот руинах находилась Европа после Второй мировой войны. Израиль только начинал формировать свое государство, и у него тоже были немножко другие первостепенные задачи. Кроме того, молодому израильскому государству не хотелось ссориться ни с одной из стран, ни с Германией, ни с Аргентиной, поэтому этому вопросу не уделялось никакого должного внимания. Чем, в принципе, немецкие преступники и пользовались, спокойно проживая на территории других стран? Это не только Аргентина, это, в принципе, практически вся Южная Америка. Это также Испания, Португалия, где на тот момент правили профашистские диктаторы. Кроме того, в этот период началась формироваться и развязываться холодная война, поэтому Советский Союз опять становится врагом номер один для всего Запада. Все вот эти факторы и способствовали мирному проживанию немецких преступников на территории других государств. Но это касается именно правительственных организаций. В этот период уже существовала неправительственная организация Симона Визенталя, который на собственной инициативе и благодаря его сподвижников и занимался вопросами поиска и разведки фашистских преступников, которые скрывались от наказания в тех или иных концах света. Среди обнаруженных в Аргентине нацистских преступников существует огромная разделительная линия. Одна часть из них проживала в Аргентине, скрывая свои настоящие имена, под поддельными паспортами, которые они получили еще в начале своего пути по крысиным тропам. Кстати, об этих крысиных тропах я, скорее всего, сниму свое следующее видео, потому что очень интересный вопрос, который также помогает раскрыть многие непонятные моменты в этом вопросе. Так вот, часть из них, этих военных преступников, проживала на территории Аргентины по вымышленным документам, которые они получили еще на территории Европы. Это те преступники, которые придумывали для себя и для своей семьи какие-то истории и до конца своей жизни никогда и никому не признавались о своей сущности. Многие так и умерли в забвении, никто не узнал их настоящие имена. А была и другая группа, которая не вскрывала своих имен. Среди членов этой группы, как раз таки Симоном Визенталем, была выявлена одна очень интересная персона, которая спокойно перемещалась между различными кабинетами президента Хуана Перона. Следующий наш эпизод будет посвящен такой персоне, как Анте Павелич, которого также еще называли хорватским фюрером. В период с 1941 по 1945 год при поддержке оси возглавляемое им правительство казнило более миллиона евреев, сербов и цыган в концентрационных лагерях, используя методы, которые были более жестокими, чем методы их нацистских союзников. Именно по этой причине, Павеличу, по окончанию Второй мировой войны пришлось скрыться и всю жизнь опасаться международного ордера на арест. Но пока одни преследовали его, другие его защищали. Хорватский фюрер пользовался поддержкой и соучастием правительства Аргентины. По данным центра Визенталя, командующий имел прямой доступ к Розовому дому и был советником различных министерств Аргентины. Краткая справка. Анте Павелич был основателем и лидером фашистской организации Усташи, диктатор независимого государства Хорватия, основанного в апреле 1941 года при военной и политической поддержке стран оси. В апреле 1941 года немцы захватили Югославию. Для управления территорией им нужно было надежное и преданное правительство. Павелич выдвинул свою кандидатуру, сформировал правительство националистического государства Хорватии, став одновременно его председателем и министром иностранных дел. Первый им же принятый закон был о чистоте арийской нации, к которой причислялись и хорваты. Всех граждан неарийцев Павелич объявил вне закона. Были приняты законы о расовой принадлежности и о защите арийской крови и чести хорватского народа, запрещавшие межнациональные браки. Встречался лично с Гитлером, от которого получил разрешение на усиление режима личной власти. 14 декабря 1941 года объявил войну США и Великобритании. После войны сбежал в Австрию, затем в Италию и при поддержке Хуана Перона сбежал в Аргентину. Вместе с группой хорватов, сбежавших в Аргентину, Павелич сначала организовал правительство Хорватии в изгнании, а затем хорватскую группу пиронистского движения для иностранцев. Во все времена лидер Хорватской националистической партии находился под защитой аргентинского правительства. Он был непосредственно личным советником и Хуана Перона, и Эвы Перон по вопросам безопасности. Еще, начиная с 1951 года, правительство Югославии неоднократно запрашивало о его экстрадиции из Аргентину на родину. Но правительство Перона постоянно утверждало о том, что никакого анты Павелича на территории Аргентины нет. Но за то время, пока Хуан Перон утверждал, что никакого анты Павелича на территории Аргентины нет, но на самого Павелича за это время было совершено порядка шести нападений именно на территории Аргентины, где он и проживал в пригородах Буэнос-Айреса. В 1957 году в пригороде Буэнос-Айреса Ломас-дель-Паламар на Павелича было совершено покушение югославскими эмигрантами, югославскими рабочими, которые здесь проживали. Они подкараулили его вечером, когда он возвращался домой, непосредственно возле его дома, и начали в него стрелять. Всего было совершено пять выстрелов, в результате чего Павелич получил два ранения в руку. На звуке стрельбы выбежали охранники из дома, но нападавшие успели скрыться с места происшествия, благодаря чему жизнь и здоровье этого хорватского фюрера было спасено. Но Перрон продолжал утверждать, что никакого Павелича на территории Аргентины нет. Понимая, что его жизнь на территории Аргентины в небезопасности, и югославские партизаны уже разузнали, где он проживает, и нападения на него будут продолжаться, поэтому Павелич воспользовался тем, что на территории Испании находится профашистское правительство Франциско Франко, и поэтому он сбежал в Испанию, где поселился непосредственно в городе Мадриде. Но поскольку он страдал от диабета, он страдал от всех последствий, совершавшихся на него покушений, здоровье его было очень сильно ослаблено в скорости в 1959 году. Павелич умер, если можно выразиться, собственной смертью, и он был захоронен на кладбище Сан-Исидро в городе Мадрид в Испании. Еще одна парочка нацистских преступников, чьи преступления были связаны непосредственно с государством Югославия, нашли свое убежище после Второй мировой войны на территории Аргентины. В данном случае речь идет о Динко Шакич, который был комендантом концентрационного лагеря в городе Ясеновац, и его жена Нада Шакич. Она также была признана в убийстве тысяч заключенных концентрационного лагеря Ясеновац и Старогородишка. Динко Шакич был комендантом концентрационного лагеря Ясеновац в Хорватии во времена Второй мировой войны. С 1941 года он служил в администрации концлагеря Ясеновац, возглавил его правление в 1944 году, и за шесть месяцев на главном посту по его вине погибло более двух тысяч человек. Эмигрировал в Аргентину в 1947 году. Его прибытие в Аргентину лично приветствовал президент Аргентины Хуан Перрол. Жил Динко Шакич со своей женой Нада, тоже военным преступником в курортном городе Санта-Тересита в провинции Буэнос-Айрес на берегу Атлантического океана. Шакич вел свой текстильный бизнес и был активным членом десятитысячной хорватской общины на территории Аргентины. Он не скрывал свою личность и не пытался сменить имя. Зачем, если его лично встречал сам Хуан Перрон во время его прибытия в Аргентину? От кого здесь скрываться? Кроме того, Шакич также был личным другом парагвайского диктатора Альфреда Стресснера, для которого он управлял лагерем отдыха для хорватских фашистов в Парагвае. Но информация о местонахождении этой хорватской парочки поступила в центр Симона Визенталя, который и занялся расследованием и нахождением этих фашистских преступников на территории Аргентины. Когда уже в 90-х годах Хорватия объявила себя независимой республикой и изъявила свое желание вступить в Европейский Союз, вот тогда хорватскому правительству и было предоставлен, можно сказать, такой ультиматум. Вы хотите доказать, что вы демократическая страна? Ну что ж, тогда вы можете судить сами Шакича и запросить его экстрадицию из Аргентины на территорию Хорватии. И новое правительство Хорватии это и сделало. Но чтобы захватить Динка Шакича и его супругу в его собственном доме, пришлось разработать целую операцию. Это происходило уже в 1990 году, в принципе, вот уже в наши дни. В этот период как раз на территории Франции проходил чемпионат мира по футболу. И вот один из агентов Моссада под предлогом того, что он якобы корреспондент одной из газет, который ходит по домам и берет интервью у хорватов, у сербов, японцев и ямайцев, живущих в Аргентине, которые в тот как раз период играли на этом чемпионате мира в одной группе. Вот он ходит по домам и берет у них интервью, касаемых отношения этих людей к футболу и их прогнозов о том, как же пройдет отборочный матч в этой группе. Задав несколько неважных вопросов, уже находясь непосредственно в гостиной дома, якобы корреспондент сделал вид, что он выключает камеру. Затем журналист спросил его о Второй мировой войне в Хорватии. И по ходу разговора Шакич начал противоречить, сам себе путаться в показаниях. Он говорил о том, что он не был ни в каком концентрационном лагере. Затем он начал говорить о том, что он проработал там два месяца. Ну и в конце концов он признался, что был несколько лет директором концентрационного лагеря Ясиноватс. Но при этом он всегда подчеркивал, что охранники никогда не касались заключенных. И соответственно ни в каких преступлениях он не участвовал. Но Шакич не учел того, что камера все-таки была включена. И с ней не просто записывался репортаж, а велась прямая трансляция по главному телевизионному каналу Аргентины. Поэтому шансов дальше уже отговариваться и скрываться у Шакича не было никаких. Кроме того, на всех видеозаписях ареста Шакича он улыбается на камеру. Он настолько был в себе уверен. Смотрите, это уже 1998 год. Это больше 50 лет прошло с окончания Второй мировой войны. И все это время Шакич и его жена Нада чувствовали себя вполне благополучно в Аргентине. И никто и никогда их не трогал. Ни у кого никогда не возникало к нему никаких вопросов. Потому что, как я уже сказала, он находился прежде всего под протекцией Хуана Перона. Но к тому времени уже Хуан Перон, сколько получается, около 20 лет уже как отошел в миры иные. И, как я уже сказала, в 1997 году в Аргентине были рассекречены все документы, которые касались нахождения немецких фашистских преступников на территории страны. Шакич был экстрадирован в Хорватию, где его приговорили к 20 годам заключения в тюрьме. Через несколько месяцев Хорватия затребовала экстрадицию его жены, обвиняемых о впытках и убийствах женщин на территории концентрационного лагеря Ясеновац. Нада была экстрадирована также на территории Хорватии, но она сразу не была заключена под стражу, она проживала в собственном доме. Параллельно этому в Хорватии шел суд, но при этом Нада умерла в собственном доме, в собственном кресле, так сказать, естественной смертью в возрасте 85 лет. И вот когда уже Хорватский суд вынес ей заключение, поехали ее арестовывать, оказалось, что Нада уже мертва. Так что в полной мере она не понесла наказание за все те преступления, которые она совершила против своего народа. Следующий эпизод нас снова переносит в пригород города Буэнос-Айреса, городок Оливас, в котором находится резиденция президентов Аргентины. И эта история связана с одной из самых больных занос Массада, одной из самых больших занос центра Симона Визенталия и имя этой раны Йозеф Менгель. Да-да, тот самый-самый страшный ангел смерти, который работал врачом на территории концентрационного лагеря Освенцим, нашел свое прибежище после Второй мировой войны также на территории Аргентины. Как и все остальные военные преступники, он прибывает в Аргентину при помощи крысиных троп в 1949 году. И в отличие от предыдущих героев нашего ролика, он все-таки прибывает сюда уже с полученными в Европе другими документами, согласно которым его имя было, сейчас прочитаю, очень трудно запомнить, Фридрих Эдер фон Фрайтенбах. На территории Буэнос-Айреса доктор Освенцима также продолжал заниматься врачебной практикой, причем занимался он ей незаконно, подпольно и самым доходным из всех его практик было именно совершение абортов женщинам. Да, эта тема в Аргентине запрещенная была в принципе совсем до недавнего времени, аборты в Аргентине, по-моему до 2017 года были запрещены. И вот однажды у него на столе умирает пациентка, в результате чего в 1958 году его вызывали в суд, допрашивали его, но как бы никаких последствий не произошло, его не осудили и опять его отправили на волю, где он продолжил опять-таки заниматься своей медицинской незаконной практикой. Это вот сейчас я вставила фотографии домика, на территории которого Йозеф Менгель проживал в пригороде Буэнос-Айреса. Вскоре Менгель открыл свою аптеку, а перед этим также еще успел поработать ветеринарным врачом. Люди, которым помогал Менгель, как бы в шутку говорили, этот человек совершенно не тот, за кого он себя выдает. Господи, как же они были близки к истине. Кем же был на самом деле их благополучный сосед? Йозеф Менгель был ученым-медиком, который проводил медицинские опыты на узниках концентрационного лагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Его жертвами стали десятки тысяч человек. Он анатомировал живых младенцев, кастрировал мальчиков и мужчин без анестезии, подвергал женщин ударам тока высокого напряжения с целью тестирования их выносливости, сшивал близнецов с целью сделать сиамских близнецов. Под этот эксперимент попало как минимум три тысячи близнецов и много других нечеловеческих жертв, о которых даже читать страшно. Поэтому он и был известен под именем Ангел Смерти из Освенцима. С 1958 по 1960 год Менгель со своей семьей живет в пригороде Буэнос-Айреса. В отчете, представленном директором МОСАДА, говорится о том, что МОСАД знал о том, что Йозеф Менгель проживает на территории Аргентины. И эту информацию они получили примерно в то же самое время, когда и информацию об Адольфе Эйхмане. Поэтому перед МОСАДом стояла достаточно трудная задача. Кого арестовывать первым? Эйхмана, Менгеля или обоих? Потому что если, например, начать с поимки Менгеля, то можно было спугнуть Эйхмана. Проводить поимку одновременно обоих тоже было достаточно опасно, чтобы не спугнуть обоих. МОСАД прекрасно знал, что если что-то пойдет не так с поимкой одного, то второго они спугнут и он сбежит. Поэтому МОСАДу пришлось выбирать и МОСАД выбирает Эйхмана, основателя Холокоста, который повинен в смерти 6 миллионов евреев во времена Второй мировой войны. О том, как ловили Эйхмана, я вам уже рассказала в этом видео. И, в принципе, все так и произошло, как предполагали в Израиле. Потому что, когда ловили Эйхмана, Менгель узнал об этом, до него дошла эта информация. И он сбежал в соседнюю страну, в Парагвай, под защиту военного правительства Альфреда Стресснера. А потом уже из Парагвая Менгель отправляется в Бразилию, где в итоге он и умирает на свободе, так и не понеся заслуженного наказания за те все преступления, которые он совершил во времена Второй мировой войны. Но смерть у него тоже была достаточно ужасной, поскольку Менгель умер во время купания в океане. Во время купания у него, предположительно, наступил инсульт или инфаркт. Он уже был не первым, поэтому вот как бы в водах океана он и захлебнулся во время этого сердечного кризиса, который его застал. Просто-напросто кровавый доктор Освенцима утонул в водах Атлантического океана. Как об этом стало известно, его могила была найдена в Бразилии в 1985 году. В 1992 году по исследованию его останков было доказано, что эта могила принадлежит кровавому доктору из Освенцима и что именно здесь он и захоронен. Какое-то время после эксгумации останки кровавого доктора хранились в Институте судебной медицины в городе Сан-Пауло в Бразилии. А с 2016 года их используют в качестве учебного материала на факультете медицины университета города Сан-Пауло. Так что, в принципе, можно сказать, что с ним поступили примерно так же, как он поступал со своими жертвами. Он стал подопытным кроликом у студентов медицины в Бразилии. Даже не он сам, да, а его останки. Что у нас есть еще по этому делу? Таких пойманных военных преступников на территории Аргентины было 8. Остальные, как я сказала, что их сюда более тысячи, скорее всего, прибыло, оставались жить неопознанными на территории страны от самых ее северных регионов, потому что в провинции Миссионес тоже есть немецкие городки, и до самого юга Аргентины в огромном количестве немецких городков нашли свое пристанище сотни и сотни, а то и тысячи военных преступников Второй мировой войны. Что же касается Гитлера и Мартина Бормана, то, о чем вы меня спрашивали. Об этом будет мое следующее видео, так как материала очень много и все в один ролик не вмещается. Но сегодня также коротенько мне хотелось бы рассказать еще о двух военных преступниках, которые были найдены на территории Аргентины. Это прежде всего Вальтер Кучман, унтерштурмфюрер СС и работник гестапо, который был повинен в смерти как минимум полутора тысяч человек на территории города Львов в Западной Украине. Вальтер Кучман в 1928 году в возрасте 14 лет вступил в юношескую организацию Гитлер-Юнгент. В 1932 году он уже поступает на службу в военно-воздушные силы в Люфтваффе, где служил в легионе Кондор, который воевал на территории Испании в период гражданской войны. И, скорее всего, что он участвовал в разгроме Герники на территории страны Басков. Затем он работал секретарем в консульстве Третьего Рейха в городе Кадис на территории Испании. И с 1940 года он был членом Национал-социалистической партии Германии. В 1941 году был повышен до звания унтерштурмфюрера. Он участвовал в массовом убийстве львовских профессоров в 1941 году. В 1942 году он издает указ уничтожить польских евреев в львовском регионе. В 1944 году, будучи в Париже, он был связан с Коко Шанель во время спецоперации. В том же 1944 году он из Франции дезертирует в Испанию, в город Вига, где превратился в монаха Кармелита Педро Рикардо Ольма. И вот уже в 1948 году под видом испанского монаха Ольма он и отправляется крысиными тропами в Новый Свет в Аргентину. Как и многие немцы, которые прибывают на территорию Аргентины или других стран Латинской Америки, он начинает работать в немецкой компании, коих в тот момент в Аргентине было уже достаточно много. Кстати, и это один из факторов, почему Хуан Перрон привлекал сюда, привлекал на территорию Аргентины немцев, да, не только, это же дело касалось, не только военных преступников, вообще всех фашистов, потому что зачастую это были достаточно высокообразованные люди. И вот под документами инженеров, различных других технических работников, они здесь и находили себе работу. Именно поэтому им здесь давали такое добро пожаловать на территории Аргентины, чтобы при помощи этих немцев, закрывая глаза на то, что все они, на то, что большая часть из них была военными преступниками, как бы подразумевалось, что они помогут в возрождении аргентинской промышленности. И, кстати, на эти темы тоже, скорее всего, я скоро сниму видео, как именно в Аргентине разрабатывалась первая атомная бомба в мире. Что из этого вышло, расскажу в одном из своих следующих роликов. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал, впереди вас ждет очень много интересных историй. Не всегда они красивые, но история, какая есть, такую и имеем. Не будем вырывать страницы искренней к истории, как это нынче, к сожалению, очень модно. И вот Вальтер Кучман, пребывая в Аргентину под видом монаха с новым именем, получает работу по закупкам, менеджера по закупкам в одной из немецких компаний, что помогает ему здесь жить вполне благополучно. В 1973 году он женится на аргентинке немецкого происхождения, но это была из тех девушек, которая родилась уже непосредственно на территории Аргентины. И из провинции Буэнос-Айрес он отправляется к ней в город Мирамар, который находится на берегу Атлантического океана. И это один из красивейших курортов нынче на территории Аргентины. Имеется в виду именно для пляжного отдыха. На моем канале есть видео с этого городка, заходите в мои плейлисты Аргентина с Еленой Вивас и ищите это видео. И именно там же на территории этого города Мирамар в 1975 году во время прогулки по улицам города его и опознают один из корреспондентов журнала Хэнте, да, люди в переводе на русский язык, и, соответственно, передал эту информацию центру Симона Визенталя. В свою очередь центр Симона Визенталя потребовал от Аргентины экстрадиции военного преступника в Вену, но Кучман каким-то образом, можно догадаться каким, сумел сбежать из-под охраны уже после того, как его арестовали в городке Мирамар. После этого эксцедента он был лишен аргентинского гражданства, но при этом продолжал оставаться на территории Аргентины. После же повторного запроса со стороны Интерпола Вальтера Кучмана все-таки арестовали, его нашли на территории, опять же таки, городка Оливас, где находится резиденция президентов Аргентины. Но из-за того, что к тому моменту у него было очень слабое здоровье, поэтому его поместили в одну из больниц города Буэнос-Айреса, где он и умер от сердечного приступа в 1986 году. Йозеф Швамбергер еще один военный преступник, который был обнаружен и арестован на территории Аргентины. Йозеф Швамбергер был сотрудником СС и, кроме того, он был начальником концентрационного лагеря Мелице и комендантом Гетто в одном из городов в Польше. В ряды СС он вступает в 1933 году и был предан нацистской партии до конца своих дней. Он был комендантом трудового лагеря в Розвадове, начальником трудового лагеря ремонтных мастерских СС Гетто А в Пшемысли, руководил трудовым лагерем в Мелец и в последний год войны служил комендантом Кракова. В 1948 году через город Генуи, через который как раз и пролегали крысиные тропы в Аргентину, он попадает в Аргентину. В Буэнос-Айресе сначала он работает в больнице под чужим вымышленным именем, а затем он переезжает в город Барелочи, где находилась большая немецкая община и там он работает ночным партии в одном из отелей Барелочи. Представляете, сколько людей ежедневно проходило мимо него. А позже он вообще занялся такой романтической сельскохозяйственной жизнью, он начал разводить курочек, он разводил пчел. В общем, такой абсолютно безобидный труженик полей и огородов на территории Патагонии. Затем он возвращается в пригород города Буэнос-Айреса, где он начинает работать квалифицированным рабочим на одном из заводов Сименса, а позже вообще управляет форелевым хозяйством. Ну вот такая вот у него была насыщенная и разнообразная жизнь на территории Аргентины. В 1978 году он благополучно выходит на пенсию, становясь официальным аргентинским пенсионером. В 1973 году сведения о его пребывании в Аргентине, о точном его местопребывании в Аргентине, доходят до центра Симона Визенталя, который и требует экстрадиции его из Аргентины. Но Швамбергеру об этом вовремя сообщили и поэтому он успел скрыться и уклониться от ареста. В бегах он благополучно пребывает порядка 14 лет и только в конце 1988 года его арестовали и через три года в 1990 году он был экстрадирован в Германию, где его и приговорили к пожизненному заключению за убийство как минимум 650 человек. В декабре 2004 года Швамбергер умер на территории тюрьмы, в которой он и находился. На этом на сегодня у меня все. Как вы поняли, что на этом тема нацистских преступников на территории Аргентины у меня не заканчивается. Следующее мое видео будет, наверное, самым долгожданным для вас, поскольку в нем мы и поговорим о пребывании Гитлера и Мартина Бормана на территории Аргентины. Также не забывайте писать свои вопросы на эту тему под этим видео, как я вам уже говорила. После цикла этих видео о нацистских преступниках в Аргентине выйдет мое видео с ответами на ваши вопросы по этой теме. И также жду вас на моих авторских и тематических экскурсиях по городу Буэнос-Айрес и в увлекательнейших турах по всей территории Аргентины, где мы также посещаем, между прочим, не специально, а по ходу действия места, которые связаны с теми историями, которые я вам сегодня рассказала. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас. С вами была ваша Елена Вивас.